МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Басовская Наталья Ивановна. Российский историк-медиевист. Доктор исторических наук. Профессор. Заведующий кафедрой всеобщей истории, историк архивного института РГГУ. Директор учебно-научного центра визуальной антропологии и гаистории. Содиректор российско-американского центра библистики и иудаики. Специалист по истории Средних веков Западной Европы. АПЛОДИСМЕНТЫ Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем сегодня с вами разговор о судьбе одного из правителей Англии и рубежа средних веков и раннего нового времени. И о том, что мог и должен был разглядеть в нем Шекспир, который неожиданно посвятил ему, кажется, неожиданно, целых две трагедии. А ведь что такого особенного? Напоминаю, что, в общем-то, сегодня я постараюсь еще это двумя-тремя значительными цитатами из Шекспира показать, что он размышлял над человеческой природой и над природой такого страшного испытания, как испытания властью. И теми извивами человеческой души, которые порождает мука борьбы за власть. У кого-то среди правителей прошлого эта борьба была за то, чтобы ее найти и захватить. Нашему персонажу, первому из ланкастерских королей в Англии, Генриху Боллингброку, она досталась как бы сравнительно легко. Пожалуй, уже тогда он не очень о ней думал, когда она ему досталась. Но 14 лет его правления были борьбой за то, годами борьбы за то, чтобы теперь ее удержать. Я напомню в двух словах, что он стал узурпатором не потому, что он это планировал, а узурпатор в системе монархической власти тот, по крайней мере, в европейской традиции, кому власть досталась не по наследству. 200 с лишним лет сидевшие плантагенеты на английском престоле передавали власть своим преемникам. У их предшественников нормандской династии тоже была проблема власти, когда у одного из нормандских правителей не было сына, была только дочь Матильда. В результате была целая гражданская война. Передать ли Матильде, как хотел ее отец, а все-таки женское правление, смущало, она скоро перестанет смущать. Самым ярким тюдоровским правителем станет в 16 веке, как раз при Шекспире, Елизавета I, великая правительница Англии, но как тоже она будет идти к этой власти тяжко и мучительно. Короче, власть, переданная не по наследству, в европейской средневековой традиции, власть не вполне законная. Хотя, на сторону Генри Боллингброка, родственника Королевского дома, но никакого не прямого наследника, встал английский парламент. В июле 1399 года к берегам Англии, из Франции, недалеко, Ла-Манш доступен, это почти по соседству, в средние века такая вот водная преграда уже не была, очень значительной, хотя бури там случались. И он приплыл бороться за свои права на свои земли, конфискованные Ричардом Вторым, впавшим в тирамическое поведение, особенно после смерти всесильного Джона Гонта, который всю жизнь ему диктовал, как надо править. И вот в июле высаживается этот Боллингброк, у него много сторонников, все боятся, теперь Ричард начнет все подряд конфисковывать. К нему сбегаются, начинают стягиваться все те, кто недовольны Ричардом, а Ричард в Ирландии воюет. И, как всегда, неудачно. Он был неудачником после своих первых, вот, юношеских, я вам упоминала, относительных удач во время восстания от Тайлера, где он проявил некую уверенность в себе. Неудачно. Ирландия – это вечно покоряемый объект. Ну, что я говорю в сегодняшней аудитории. Она и сейчас не вполне для англичан спокойна, стабильна и благополучна. Вечно покоряемый, не покоряющийся, не поддающийся объект. Он там воюет, Ричард, нигде не удается. Во Франции ему не удалось в войне утвердиться, и там не удается. А в это время недовольные истекаются к Боленброку. И говорят, в общем-то, надо пресечь. И самое главное, в пользу того, что Ричард не устраивает английское общество, самый рубеж 14-15 века, выход из Средневековья, что он тиран, самое главное, что свидетельством неустройства, неприятия этой фигуры стал английский парламент. Напомню, что парламент в Англии возник в 1265 году. Прикинули? 13-й век. Парламент, а в общем, первоначально просто собрание, совещание представителей, сословий, был созван оппозиционером, бароном, Симоном де Монфором, во время гражданской войны в Англии в 13-м веке, против короля Генриха III, плантагенета. И так, вокруг Генриха Боллинброка, приплывшего добиваться возвращения земель и владения ланкастеров, собирается серьезная оппозиция. А Ричард задержался еще в Ирландии. И дела там идут неважно, и буря случилась, и корабль никак не пробьется из Ирландии корабли Ричарда. Короче говоря, когда он прибыл в Англию, парламент уже был готов к принятию серьезного решения. Этот орган сословного представительства, состоявший в Англии из трех палат, двух палат, простите, палаты лордов, как и сегодня, и палаты общин, так она называлась, называется, это представители высшей знати в палате лордов, и представители средней и мелкой знати, и горожан, верхушки горожан во второй палате, они уже имеют опыт политической борьбы с 13 века, и готовности высказаться, что вот этот правитель в том-то и в том-то неправ. В войне неудачи, налоги растут, в Ирландии тоже неудача, а тут он еще и замахнулся на то, чтобы восполнить вот эти утраты бюджет королевский прямыми конфискациями. Сегодня он конфисковал ланкастерские земли, завтра вход пойдут и другие. Короче говоря, в сведомой при поддержке парламента Ричарду Второму, который совершенно растерялся и мало что понял, что происходит, предложено отречься от престола. Что и происходит уже в августе 1399 года. Месяц. И ситуация политическая перевернулась. Он отрекся от престола, у него нет сторонников, ему не на кого опереться, и королем провозглашается Генрих Боленброк, находящийся и в родстве с королевским домом по линии своего отца Джона Гонта и имеющий некий авторитет. Очень много занимаясь историей всяких политических деятелей и правителей прошлого, я пришла к такому выводу, что всякий узурпатор занят всю последующую жизнь свою только одним доказать, что он не узурпатор. Это его главная, если не единственная существенная мысль. С этого начинает и Генрих Боленброк. Ричард низложен и заточен в замок. Английское общество в некотором смятении, верхушку общества, конечно. Дело в том, что в карте вольности сказано, что дурного правителя можно низложить. Низложили. Но не сказано, а что с ним делать? Не догадались в 13 веке. Да и страшно. До идеи казни короля Англия будет идти еще долго. И придет к ней в 17 веке и казнен будет Карл I Стюарт. После долгих барений вождь английской буржуазной революции Кромвель мучительно будет добиваться, чтобы короля казнили. А здесь они не готовы к этому. Он заточен в замок. Но это тревожно. Мало ли что. И он сравнительно скоро в начале 1400 года скончался в этом замке. Вокруг его кончины, конечно, как всегда всяческие разговоры. Но во-первых, правящему сословию верхушки английского общества надо, чтобы он скончался. Так будет спокойней. Ну есть версия. Убит злодейский убит. Может быть тайно. Задушен. Ну мало ли что. Или есть еще одна версия. Мне кажется, очень такой любопытный проскальзывает в свидетельствах очевидцев. Перестали кормить. И он умер. Но он же сам умер. Насильственной смерти не было. Так ледок его больше нет. Коронуется Боленброк. До этого коронуется. И сразу ясно начинается то самое. Главное доказать я по праву на престоле. Генрих четвертый. Под именем Генриха четвертого он коронован. Потому что Генрихи среди его предшественников были и в нормандской династии, и в династии плантагенетов. Он четвертый. Он первый английский король, который произнес во время коронации свою речь на английском языке. очень умно. Я первый подлинно английский король из ланкастеров. Не из Франции, как были плантагенеты анжуйцы, и как когда-то были представители нормандской династии. К тому же английский язык, который на протяжении многих столетий был просто языком простонародным, языком, ну, если не черни, то простонародие, а весь двор и вся элита говорили по-французски, а духовенство пользовалось латынью, и документы государственные были преимущественно по-латыни написаны на латинском языке, на древнем международном языке. Он произносит речь по-английски. Этот шаг произнесения речи по-английски знаковый, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы трон его был прочным, а корона держалась бы на голове так, как ему хотелось бы. Против него поднялись очень большие и опасные силы. Во-первых, очень быстро после смерти короля Ричарда, таинственной и необъясненной. Сколько таких смертей было среди незложенных правителей. Начали распространяться слухи. Ричард жив. Он чудесным образом спасся. Он скрывается на севере. Может быть, Шотландии, которая всегда враждебна английскому королевству и никак не поддается тому, чтобы стать просто частью английского королевства. Может быть, просто в северных графствах. Он жив. И любой недовольный уже получает в руки флажок. А я за Ричарда, за законного короля, законного правителя. А ты, Ланкастер, это еще вопрос законной ли ты правителя Англии. Эти слухи делают его правление с самого начала очень тревожным. Еще хуже еще одно обстоятельство. Возникла молва о том, что мы не подумали, не доучли, да все способ оказывать давление на нового короля, что есть более близкие потомки великого английского Эдуарда Третьего, великого короля времен начала Столетней войны. Ты, Боленброк, сын Джона Гонта, четвертого сына Эдуарда Третьего. А был еще третий, предыдущий. Первый умер, второй не оставил потомства, а вот третий, его звали Лайонелл. Так его потомки ближе к короне, чем ты, потомок четвертого сына. Ну, какая интересная монархическая арифметика и монархическая логика. Это такая пружина политических противоречий, политических процессов, очень опасная для правителей. И находится человек, вот он, Эдмунд Мортимер, граф Марч, потомок Лайонова. Совсем тревожно правителю. Совсем плохо. Ведь вокруг него могут сосредоточиться все недовольные. А бывшие сторонники и друзья, которые посадили его на престол, вдруг стали очень опасными. Они затребовали такой платы, за свои услуги, которые прекрасно рисует Шекспир. Власть и деньги, так получается у Шекспира, две вещи, которыми слабый человек по слабости своей натуры не может наесться. Не может сказать, мне хватит. спасибо, я доволен, мне пожалованы такие-то поместья, мой бюджет в Восток в Тарас вырос. Считается, что это свойство только уже капиталистической эпохи, деньги порождают деньги. Нет, нет, во все времена человеку все мало. И вот среди былых сторонников он начинает встречать противников в 1400 году, через год после воцарения. Мятеж четырех графов Голланды, родственники и фавориты Ричарда Второго, четыре графа Голланда возглавили этот мятеж. Приходится отправить войска против них. В конце 1400 года того же в Уэльсе вспыхивает восстание. Уэльс тоже строптивая часть средневековой Англии, да и сегодня непростая. Встречаю этим летом за границей даму очень красиво говорящую по-английски. Не по-американски, а по-английски. И говорю, ой, как приятно слышать чистую английскую речь. Вы, конечно, из Англии. ответ нет, я из Уэльса. Это навсегда. В 13 веке он колонизован Англией, но он бунтует, протестует, и вот в 1400-м вспыхивает восстание под руководством представителя уэльской знати Оуэна Глендоуэра, очень опасная для английской короны. и все оппозиционеры, которые хотели бы предъявить Генриху IV, что ты ланкастер, ты незаконный, это вопрос, откупайся от нашего недовольства, откупись чем-нибудь, они к Глендоуэру и как бы вступили с ним в союз. Они захватили Южный Уэльс, восстание длится долго, почти три года, подавляется с великим трудом. Но может быть теперь все хорошо? Нет. В 1403-м, всего 4 года, как он на престоле, восстание под руководством графа Перси на севере, Генрих Перси, выведенный Шекспиром в его трагедии, по прозвищу Хоцпер, энергичный, молодой, тоже жаждущий большего от этого сомнительного короля. Происходит 21 июля 1403-го года знаменитое сражение при Шрусбере. Если бы в нем не погиб этот самый Хоцпер, дела у Генрих 4-го пошли бы еще хуже. Такой лидер был оппозиционеров этот Хоцпер, но он погиб в битве при Шрусбере. Ну, теперь, может, все же все хорошо. Ну, может, теперь уже все хорошо. В логике Генрих 4-го я пытаюсь побыть. Нет? 1405-й, еще через два года. Второе восстание под руководством графа Перси на севере. И здесь Генрих 4-й, ну, бывший веселый Боленброк. Тот веселый, а потом крестоносный, уже другой. При подавлении этого второго выступления под руководством Перси на севере Англии он проявил и санкционировал немыслимый поступок. Архиепископ Йоркский, скруп, примкнувшись сначала к недовольным, как бы признал свою вину перед королем, раскаялся, сдался, а бывший веселый Боленброк санкционировал его казнь. Казнь архиепископа. Кровь скрупа никогда уже не смывалась с его имени. Тот веселый Паладин не мог так поступить. Но это же 1405 год. Он шесть лет у власти и он все время должен доказывать, что он имеет на нее право, что он здесь законно. Вот один из ответов на тот вопрос, который был задан на прошлой лекции. Что делает власть человеком? Да все. Вот с ним, по крайней мере. И Шекспиру это очень интересно. Я процитирую вам вложенные в уста Томаса Перси, одного из лидеров недовольных, слова из драмы Генриха IV. Это был он, так сказать, помощник при воцарении Генриха IV. Боже, что он говорит устами Шекспира? Мы должны помнить, это говорит не Перси. Никто за ним не записывал. Это было за 150 лет до Шекспира. Шекспир, читая хроники о событиях, о том, что, где, какой бунт был, создает этот текст, логика тех, кому недоплатили, как они считают. Слушаем. Я ради вас переломил свой жезл в дни Ричарда. Скакал и день и ночь, чтоб встретить вас, поцеловать вам руку. Хоть по значению стране и сану стоял я несравненно выше вас. Вот она, жизнь сомнительного правителя, чьи права под вопрос. Я, брат мой и племянник, возвратили вам родину, отважно бросив вызов опасностям, а вы нам поклялись. В Донкастере вы дали эту клятву, что посягать не станете на трон. Была ли такая клятва, не знаем. Версии существуют. И требовать намерены по праву лишь герцогство, наследие Джона Гонт. Клялись мы в этом вам помочь, но вскоре как ливень счастье пролилось на вас. Поток величия хлынул, все тут было. Повезло, говорит, тебе. Отсутствие монарха, наша помощь, неправды тех разнузных годин, страданий ваших ореол. Паладин в Палестине, понятно, да? Противный ветер у брегов ирландских, так задержавший Ричарда в походе. Все прописано, что в Англии сочли его умершим. Вы, дивный рой, удач не упустили. Пленить сумели все сердца и вскоре добились, чтобы вам вручили скипетр. голос завистника, былого соратника, адресованный тому, чьи права хоть сколько-нибудь в монархической логике ненадежны. Какой потрясающий текст. Вот они, былые соратники. А вот еще один из них, о котором я только что говорила. Опять-таки устами Шекспира. Тот самый Ходспер, который был так опасен Генриху Четвертому. Уже ли, о позор, в дни наши скажут, или потомки в хрониках прочтут, что два таких могучих знатных лорда, он имеет ввиду Персий и Нартун Берленд, но оппозиционеров этих, верхушку английскую, пошли на столь неправедный поступок, не звергли Ричарда, прости Господь. Вот они уже каются. И вырвав с корнем сладостную розу, терн, язву, Валенброка посадили. Ох, кем он стал. Былой популярный, обаятельный, очаровательный терн, язва. И скажут ли еще, о верх позора, что одурачил нас, отверг, прогнал то, для кого позору мы подверглись. Не расплатился, не доплатил. И бунты их подавляют вместо того, чтобы еще что-нибудь купить. Да у него больше не на что. Там еще, чуть ниже, называют его Баленброк, король неблагодарный и порочный. Вот он уже и порочный. И вот уже его авторитет ничуть не выше, чем у покойного Ричарда II. Как же удержаться? Чем переломить эту ситуацию? Годы-то идут. Он уже почти 10 лет власти. Он становится бешеным поборником ортодоксальной веры, церкви, папства. Он находит еще, тем более, казнь архиепископа Скроупов на его, пятно на его биографии. Он начинает санкционировать, издает страшные статуты по борьбе с ересью. Уже в 1401 издан статут распоряжения Королевский приказ со страшным названием, как оно вам, по-средневековому прямо о сожжении еретиков. А то название чего стоит? О сожжении еретиков. За любые еретические мысли, действия, слова, поступки. Дело в том, что со второй половины 14 века английское королевство заражено еретическим движением и учением так называемых лолардов или виклифитов. Во второй половине 14 века, начиная с 60-х годов, в Англии высказал свое опасное учение профессор, теолог, ученый, богослов Джон Виклиф, в общем, предшественник реформации европейской, один из предшественников. Он высказал сомнения в некоторых догматах, обрядах. Это провозвестник реформации, так же, как Янгуз, который очень будет ценить и уважать труды Виклифа. Он высказывал их осторожно, но его поддержал, между прочим, отец нашего Болинброка, Джон Гонд. Почему? Он что, за свободу мысли? Нет, конечно. Дело в том, что из этих еретических учений предреформационных вытекала одна очень существенная для сильных того мира мысль. Церковь не должна быть богатой. Богатство церкви противоречит евангельским заповедям. Ведь это на самом деле так. А Джон Гонд и прочие представители английской аристократии увидели в этом перспективу. Если принять эту версию, так будет и с Лютером потом в Германии, то очень хорошо можно поживиться за счет богатства церкви. Конфисковать. Материальное с духовным часто сплетается в сложные нерасторжимые узлы. Здесь такой узел был. И вот уже нет живых Виклифа. Но есть это учение. Его продолжатели назвали себя, они превратились в секту, назвали себя лолардами, не сами себя их так назвали представители власти. Лоларды это бармочащие. Те, кто бармочат свои проповеди в народе, в трактирах, в любом месте скопления народа, на рынке. А на самом деле Христос учил не так. Надо по-другому. Самым радикальным из них был во время так называемого восстания Отто Тайлера 1381 года знаменитый Джон Болл, который сформулировал крайнюю вариацию этой ереси. Все знаете эти слова. Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином? Это уже средневековый коммунизм. То есть это опасное учение для власть имущих, как всякое отклонение от ортодоксии. И вот Болинброк, цепляясь в общем-то за все. Беспощадно приказывает бороться, чтобы его поддержала хотя бы церковь, чтобы попростили за скрупа, чтобы римский папа стал его союзником. О сожжении еретиков за хранение книг опасных, за опасные мысли где-то высказанные, за неправильное обучение. Там все написано, за все, за все. Казнь. Сожжение еретиков ничего не помогает. Болинброк уже умрет в 1413 году, а в 1414 при его преемнике и наследнике Генри Хипятом, сыне, случится даже восстание Лолардов. Последняя высшая точка этого предреформационного движения. И так ничего не получается. Идут годы, а тема одна. Как доказать, что я законный? Как утвердить свою постоянно готовую пошатнуться власть? Как добиться, чтобы прекратились разговоры о моих правах? Боже, как Шекспир это передал? Опять словами Шекспира, который не слышал, что говорил Болинброк 150 лет назад. Он моделирует, но как? Его персонаж, наш с вами герой Генрих Четвертый, при смерти в трагедии Шекспира и говорит своему сыну Генриху, будущему Генриху Пятому, национальному герою, популярнейшему английскому королю, он станет его наследник таким. Послушайте, что он говорит. Он или Шекспир, или историческая действительность, или логика анализа человеческой души. Меня эти слова поражают. «Я многих истребил перед смертью и собирался вести в святую землю остальных, чтобы не дали им праздность и покой в мои права внимательней всмотреться». Боже! Он собирался повести английских лордов, рыцарей в святую землю, но не ради святой земли, не ради христианских святынь. А вот для чего, чтобы не дали им праздность и покой, чтобы не сосредоточились на опасной мысли. В мои права внимательней смотреться, всмотреться. Какой цинизм! И какая точность шекспировская, просто снайперская. Вот они, 14 лет правления и 14 лет моральной суеты вокруг законности и незаконности моих прав. Дальше он говорит очень важные слова для следующего Ланкастера для Генриха Пятого. «Веди войну в чужих краях, мой Генри, чтоб головы горячие занять, тем самым память о былом изгладить. Прости, о Боже, мне путь, которым к власти я пришел, и сыну в мире сохрани престол». С этими словами он у Шекспира умирает. Генрих Пятый, которому посвящена особая драма Шекспира и особая тема, сменит отца на престоле в 1413 году. Король умер, да здравствует король. В 1415 он выполнит то, что написал Шекспир. Шекспир хорошо знал историю и знал, что Генрих Пятый возобновит войну против Франции. Второй великий этап Столетней войны. В 1415 Генрих Пятый высадится во Франции с очень хорошим войском и начнет наконец победоносную войну ту, которая не сложилась при Ричарде Втором. Для чего? В том числе для того, чтобы отец уже не считался узурпатором точно, его сын победитель в бесконечной войне с Францией. Он одержит грандиозную победу в 1415 над французским войском при Азинкуре. Это одна из самых почитаемых дат в английской истории. И уж после этого то ему будет казаться, что все прекрасно. Теперь ланкастеры победители. Им будет прощено все. Забыто все темное. Но он умрет молодым в 1422 перед этим заключив блистательный для Англии мир. договор в Труа 1420 года 21 мая, по которому он в сущности объединяет корону Англии и корону Франции, по которому он женится на французской принцессе Екатерине в Луа и женится. И родится у них сын наследник маленький Генрих VI. в связи с безвременной кончиной Генриха V. Он ребенком, младенцем станет королем. Анализируя извивы судьбы, натуры, характера, трансформацию юного, обаятельного, крестоносного, слегка оппозиционного, любимого, популярного Боленброка, в несчастного, мечущегося 14 лет, непрерывно подавляющего бунты и инакомыслия Генриха IV Ланкастера, Шекспир в сущности пришел к содержанию своих будущих величайших шедевров, посвященных анализу человеческой души и роли вопроса о власти в ее бесконечных глубинах и извивах. Страшная штука власти, опасная штука власти. Человечество думает над этими вопросами и устами своих выдающихся представителей таких, как Вильям Шекспир высказывает нам бессмертные идеи, показывает нам нас, я имею в виду общество, не нас с вами, социум, в зеркале былого надеясь на то, что мы извлечем уроки. Извлекаем мы их очень медленно, бесконечно, трудно, но, может быть, все-таки извлекаем. Во всяком случае, мне представляется, что все это, сказанное на века не напрасно, не кануло в лету. И если человечество в принципе останется человечеством, а это вопрос, оно не разучится читать, и оно не забудет имена таких гениев, как Гомер и Шекспир. Здравствуйте, Наталья Ивановна, меня зовут Анастасия. У меня скорее и вопрос, и утверждение, и гипотеза, все вместе, если можно. Очень интересно. Я так поняла в ходе вашей лекции, что жажда власти это, скажем, даже международная черта, если можно так сказать, а не отдельных стран, Англии и Франции. Почему я так решила? Вот мне вспомнился еще один великий гений Александр Сергеевич Пушкин и его трагедия Борис Годунов. Конечно, обстоятельства коронации Бориса были более ужасающие, чем у Генриха. В общем, вы совершенно правы. Ну, собственно говоря, да. И мы в обоих случаях видим вот ту самую разрушающую личность силу власти. Только Борис Годунов, он в результате вообще сошел с ума. Собственно, вопрос такой у меня. А были вообще еще подобные случаи в мировой истории? Если да, то у меня лично складывается впечатление, что это как бы удел сильных мира сего. это жажда власти и потом страдания и угрызения совести. Вокруг нее. Анастасия, большое вам спасибо за эту реплику рассуждения с вопросом вместе. Знаменитый Пушкинский, достиг я высшей власти, Борис, но он же несчастнейший человек. Вы совершенно правильно это вспомнили. И мальчики у него кровавые в глазах, а у этого, я думаю, скроуп в глазах. И Шекспир говорит, я многих истребил и готов был в крестовый поход повезти не ради похода, не ради Христа, а ради, не памяти о Христе, а ради того, чтобы отвлеклись. Так что все это передано совершенно верно. Что касается международного, я бы характера этой проблемы применила другое слово, общечеловеческое. Потому что здесь даже вот народы, этносы, нации не такую уж играют роль решающую. Это общечеловеческое. Одно из свойств. Природой нам даны многие свойства. Лучшие, не лучшие, меняемые, трудно меняемые. Но вот это стремление к лидерству, врожденное у человека, где-то на каком-то этапе, разное у индивидуумов, но в целом в сообществе, оно есть. Оно вызывает тревогу и ревность других членов сообщества, противоречия между ними. В разные совершенно, разные времена и в разных частях света. Тут сказать, что это чисто английское явление ни в коем случае нельзя. Или сказать, ах, в русской истории было так много переворотов. Ну, может быть, больше всего дворцовых переворотов было, пожалуй, в византийской истории, больше, чем у других. А в общем, это явление, это явление, связанное с той самой страшной субстанцией власти. Покуда человечество мучительно бьется, какими бы рычагами ее обставить, чтобы она не так растлевала человеческую натуру, полной победы на этом пути нет. Но продвижение к идеям рычагов юридических, моральных, публичных, ограничивающих это страшное влияние власть. Продвижение есть. Оно непростое. А что вспомнили величайшего и обожаемого мной Александра Сергеевича, это вам отдельное спасибо, Анастасия. До свидания.